Так, ребят, всем привет! У нас тысячу лет не было таких видео. Сегодня мы будем пробовать все вот это. Выложила как смогла, у нас мало времени, потому что моя любимая Ариша уже проснулась, пока я тут все готовила, собиралась. Так, эти все вкусняшки привез мой любимый Саша мне в подарок. Давайте пробовать, мне очень интересно. Это все сладости из Китая. Ну, давайте, наверное, начнем вот с этого. У нас давно не было таких видео. Я надеюсь, вам все видно хорошо. Я надеюсь, что нам Арише даст снять, потому что может и не дать. У меня снова началась аллергия. Я не знаю, на что просто она началась. Как вы помните, что у меня была аллергия на кошку. Так, ладно, давайте попробуем, расскажу сейчас все. Так, буду говорить немножко в нос, поэтому извините. Ммм, очень вкусно. Блубери, это черника. Знаете, такое жевательные конфетки. Я такое люблю. Они кислые. Вкусно. Аллергия трэш, ребят, я не знаю, на что это. Арина пока лежит в кроватке. Пусть полежит, да? Может, мы успеем снять. Если не успеем, я прервусь и потом продолжим. Сегодня голову даже не мыла, просто заколола краб. Просто, ребят, ну поймите меня. У меня дедлайны горят. Так. Дальше. Что-то с арбузом. Открыватель тут написано. Давайте сделаем, как говорят. Прикольно открывается. Это все... Кстати, тут даже на русском есть информация. Так. Такие арбузики. Ммм. Это жвачка. С кислой сердцевинкой. Я даже думаю, у нас немного сегодня будет УСМР. Будет много чавканей. У меня там еще музыка детская играет. Давайте дальше. Это тоже жвачка. Мукбан. Жем жвачку. Чарли лежит просто на солнышке. Ребят, мне так жалко Чарли. Дело в том, что я трачу все свое время на Арину. Практически. Ну, понимаете, собаке реально ему сложно. Он не прям ревнует, но ему, мне кажется, грустно. Ребят, дожью потом. Сейчас мы будем все видео с вами жевать жвачку. Ему, мне кажется, грустно от того, что он, ну, как бы, один, знаете, остался. Ребят, это тоже, что ли, жвачка? Саша, это жвачка. Так, давайте обрежем. Мне кажется, ему грустно, что я вот все время с Ариной, знаете, я достаю на Дариши и, как бы, такая, да, Марина, тыры-пу-ру-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, а он прям смотрит и такой, типа, ай-я, подбегает такой, ай-я. Ну, ребят. О, нет, это не жвачка, это мармеладка. Ну, знаете, пока что все достаточно вот обычно. Ну, вот мармеладочка такая. Корме сердечко. Вкусный мармелад. Что мне здесь интересно? Мне интересно вот это вот. Я очень люблю таких кислых червячков. Все развалилось, подождите. Я люблю кислых червячков. И вот эти кислые мне очень интересно, что это. Так. Кстати, дорогие мои, подписывайтесь, ждите следующего видео, потому что в следующем видео мы с вами разыграем колонку. Да. Я думаю, классный розыгрыш, поэтому не пропустите. Следующее видео. Так. Пробуем. О, такие вот личинки сахарные. Мне кажется, вкусно. Ммм. Очень кисло. Похоже на червячков бон пари. Я когда была беременная, постоянно ела эти червячки. Это обалденно. О, слушайте, а это Испания. Это не только китайские сладости. Это изготовитель Испания. Вкусно. Давайте дальше. Надо все открыть. А кто это потом все будет доедать? Хотела все снять с Маши. С Маши у меня лежит сладости из Таиланда. Поэтому с Маши тоже будет видео такого плана. Давайте дальше. Это точно китайское, потому что здесь китайские иероглифы. Или это... Это Корея, ребят. Это Корея. Короче, это все... Боже. Азиатские сладости, будет правильнее сказать. Это у нас что такое? Тоже такие вот штучки. Пробуем. Знаете, такой вкус. Как будто бы немного отдает пряным чем-то. Надеюсь, там не видно. Ариша сама лежит. Представьте, в комнате все это время. Кроватки. Слушайте, неплохо. Отдает, знаете, каким-то таким... Дурианом, не дурианом. Я не знаю, какой-то сладостью. Какой-то приправой. Дуриан, приправа. Да, окей. Да, ребят, да. Давайте с вами попробуем еще вот эти. Это тоже такие кисло-сладкие штуки. Мне больше нравится обрезать, честно. Мне больше нравится обрезать, чем разрывать. Так. О-о-о. Вот это я очень люблю. Я помню, мы как-то были в Амстердаме. И там много таких магазинов с мармеладом. Типа, как у нас пират мармелад. У нас еще, по-моему, даже не было в Москве таких магазинов. Подождите. Так, ребят, у нас как-то гастрофически мало времени. В общем, это не очень соль. Это не кисло-сладкое. А вот все червячки, они прям были такие очень сладкие. Кисло-сладкие. Тут же еще есть шоколад. В общем, не было таких мармеладных магазинов у нас там были. И я помню, что я там покупала такие длинные вот эти вот разноцветные мармеладки. Они были кисло-сладкие. Эти не кисло-сладкие. Давайте попробуем это все лотте. А лотте это японская шоколадка. Ребят, ну интересно, если честно. Не очень интересно. Такая вот плитка. В принципе, это все, я думаю, можно найти и у нас, если захотеть. Потому что все-таки есть всякие корейские магазины. Дома была жара, ребят. И все немножко уже такое, знаете. На такое вот чуть-чуть. Шоколад вкусный, молочный. Прям вкусный. Он немножко отличается от нашего шоколада. Там вот от Петгольта. От Милки. Вкусный шоколад. Я хотела сейчас шоколад. Я хотела эту мукбанку снять, чтобы открыть эти шоколадки попробовать. Вот такая шоколадка. Это у нас было просто классическое. Просто молочное. А вот это... Я думаю, что она... С каким-то... Не знаю, как сказать. С печеньем, что ли. Ну, плиточка сама тоненькая-тоненькая. Посмотрите. Ой, блин. Простите, ребят. Так. Смотрим. Тут везде написано лотто. С воздушным рисом, по-моему, она. У лотто действительно... Вкусный шоколад. Так. У нас есть вот такая вот штукенция. Ариша, пожалуйста. Оп. В общем, Чарлика мне жалко. Мне не хватает, ребят, физически на него времени. И, конечно, постараюсь всегда вызвать к себе поближе. Но это не то, что было раньше. Я думаю, знаете... Ну, первый год такой, наверное. Потом все-таки... Он опять вернется... На свой пьедестал любимчика. И уже будет... Буду и я его так же, как раньше, любить. И Арина. Ммм. Это же такая штука... С рахистовой пастой. Это прям рахистовая паста. Как будто бы... В карамели это тоже лотто. Вкусно. Ммм. Угу. Давно не было таких видео. И Ариша дает нам снять. Просто... Я там пожарила сегодня карпа. Ребят, при всем при этом я еще и готовлю. Вот так. Героиня. Я не знаю, что это. Это жерейные конфетки. Мандалин джели. Написано. Кстати, дорогие мои. Кто в Дуолинго учит язык? Подписывайтесь на меня. Я в Телеграме выкладывала свой... Короче, свою карточку, как меня найти в Дуолинго. Заходите в Телеграм. Ищите меня в Дуолинго. На меня там такие девчонки подписываются. Ну, просто они занимаются английским очень давно. Типа, знаете, год без перерыва. Там вот такие есть девочки. Это просто вау. Поэтому, если вы занимаетесь, подписывайтесь. Потому что меня это очень вдохновляет. Тамариша страдает без мамы. В кроватке лежит сама там на животике. Так, давайте попробуем. Ой, какая красота. Класс. Скажу вам так. Вкус не ярко выраженный. Это как будто послевкусие мандарина. Совсем не яркий вкус. Я, знаете, люблю мармелад. Вот такие всякие конфеты. За то, что у них такой прям крышецносный вкус. Такой яркий прям. Что даже не натурально яркий. Я люблю такие. Эти вообще прям блеклые-блеклые. Вкусы яркого нет. Так. Пойду проверю ребенка. Все-таки она там лежит. В кроватке, какое дело? Ребят, это чудо. Она там лежит сама и смотрит книжечку из фетра. Я купила, знаете, такую книжку. На ней разные нашиты штуки. Она лежит, сама ее рассматривает. Так, продолжаем. Продолжаем. Отрезаем. Смотрим. О, какие нежные! Ребята! Они очень нежные. Это лефир с лимонной начинкой написано. А кто это делает? Это китайская. Так, смотрим еще раз. Посмотрите, какие пупырки. Обалдеть! И тут вот такая штука. Очень похоже на маршмеллоу с начинкой. Класс! Вкусно! Угу. Обалденно! Это мои фавориты здесь. И честно, мои фавориты вот эти кислые червячки и вот это. Так, давайте еще посмотрим. Так, книга, дамочку. О, у нас такая штучка интересная будет. Так, такая дамочка банан. Девочка, банан. Бананиху попробуем. Так, оп. Это опять вот эти испанские сладости. Ах, они тоже кислые, по-моему. Смотрим. Видите, они такие вот. Такие. Давайте за вас, ребят. Вкусно. Знаете, банан, когда вот представлен в таких желешках, он имеет такой особый вкус. Который ты даже, может, не почувствуешь в обычном банане. Искусственный банан, он отличается от обычного. И мне нравится такой банан. Ммм. Угу. Очень вкусно. Блин, ребят, это... Ой, вот это вкусно. Да. Угу. Вот это номер один. А вот это номер один. А где эти штучки-чуряки? Чуряки номер один. Угу. Жвачка упала. Главное, все тут не раскидывать, чтобы Чарлик ничего не съел такого. Ему нельзя сахар. Плюс у Чарлика сейчас закончился еще его корм. В России перестали продавать корма Фармина. Потому что у них нашли мышьяк. Короче, я надеюсь, что Фармина возобновит поставки каким-то образом. Мы еще на другом корме. Этот корм ему не совсем подходит. Не знаю. Кстати, мы едем в отпуск, поэтому подписывайтесь в Телеграм. Там я буду показывать, че как. Че как. Мы первый раз поедем с малышкой в отпуск. Что это? Я не знаю, куда это все потом я складывать буду. Но сложу до того времени, пока ко мне не придут друзья. Я все вот это им отдам, чтобы они кушали. Потому что... Блин, это опасно, на самом деле. Стоп, конфеты, люди в доме. Так, я не знаю, что это. Это какие-то трубочки. Какие-то трубочки. Давайте попробуем. Трубочки клубника. Пиу-пиу-пиу. Такие вот. Я не знаю, это китайский язык. Наверное, это Китай, да? Корея. Я не разбираюсь в уроклифах, если честно. Короче говоря, учу язык я на дуалинга. И мне кажется, что я на дуалинга смогу выучить вообще любой язык. Я уже немножко там два урока сделала французского языка. Но сейчас в основном я английский, потому что английский я знаю более-менее. Так. Мне легче. В общем, я хочу... ...позниматься английским. А потом... Опа. Вау. Очень похоже на подушечки. Это прям подушечки, ребят. Как у розной подушечки, знаете? Дорогие мои. Так. Ну что, вот это топ. Давайте еще одно скушаем. Тут их, кстати, всего чуть-чуть. Вот в такой упаковке. Таких трубочек. Пять штучек. Я не знаю, сколько. Не очень много. Так. Пробуем. Ой, вкусно. Мне понравилось. Ребят, ну что, мы все попробовали? Ребят, по-моему, все. Мы с вами засняли обзор. Слава богу. Так. Скубил. Правда, успели. Успели. Все попробовали. Не хочу повторяться. Вы сами все видели. Прикольные сладости. Арина расстраивается, когда у нее что-то попадает из руки. Кстати, осталась вот такая последняя штучка. Командирша нам даст попробовать ее. Фух. У нас, кстати, жара. Опять выпала. Ребят, мы попробовали все. Спасибо вам большое за просмотр. Арина тут у меня на руках. Все уже одна. Она быть не хочет. Играться с игрушками не хочет. Хочет быть на ручках. Ну, а кто мы такие, чтобы ей в этом отказывать? Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я пойду все это убирать. И скоро увидимся. Всем пока.